Помните это прекрасное время, когда не было ни коронавируса, ни самоизоляции, ни ограничительных мер из-за темпов распространения инфекции. Все мы жили обычной жизнью, а самые прогрессивные регулярно приносили мусор в передвижные пункты сбора и сортировки отходов, которые в разных частях города ежемесячно организовывали ежики, кто в Котласе не знает эту организацию. Образование у нас каждые сборы, то есть вот сейчас у нас сборы в марте не состоялись, мы очень ждем, что в апреле будет и каждый раз к нам приходят новички, которые ничего не знают, у нас приходят те, кто уже были первый, второй, третий раз, но еще есть вопросы, у нас есть даже старожилы, которые с нами, ну уже, не знаю, уже больше года, больше, сколько нам уже, и они все равно спрашивают. А стационарным пунктом приема вторсырья в докоронавирусное время был вагончик экоактивистов на бессрочке. Сейчас он закрыт все на изоляции и на фоне разгромленной площади советов это место выглядит, конечно, уныло. Но общественники не прекратили, а лишь приостановили свою работу по разделению мусора. Мало того, еще 10 марта они направили в администрацию и собрание депутатов предложение создать в городе первый агитационный пункт РСО. Это не просто пункт приема раздельного сбора отходов, а это агитационный пункт раздельного сбора отходов. Основная его главная задача это образование людей для того, чтобы мы могли уже в дальнейшем реализовать все остальные там схемы с раздельными сборами отходов. И большее количество именно вторсырья ложилось в ту корзину или в тот мусорный бак, в который это действительно было необходимо. Это мог быть отличный совместный проект городской власти и экоактивистов. Последние брали на себя строительство пункта, подбор кандидата на должность сортировщика-агитатора, организацию вывоза вторсырья и рекламу. Городу было предложено выделить 320 тысяч рублей на закупку строительного материала и 10 пластиковых контейнеров, а также на содержание постоянного сотрудника пункта с окладом 20 тысяч до конца этого года. Со следующего по подсчетам общественников пункт вышел бы на самоокупаемость. Когда человек видит, вот ну я по сборам скажу, у нас стоит куча мешков, куча бэгов, все что-то туда в них выкладывают, складывают, у него вопрос что, где, почему, и ему тут же на месте показывают, что вот это мы отдельно сюда, это сюда. Такая-то маркировка, здесь вот так-то можно посмотреть, и он уже по ходу своего видения образовывается. При этом подменять или дублировать действия местной власти или вставать в пику рекоператору по мусору инициаторы проекта и не думали. Эти люди сегодня лучше всех на нашей территории разбираются, как разделять мусор. И прежде всего хотели организовать системную просветительскую работу по вопросам РСО. Сами раздельные, раздельный сбор, как бы он должен быть организован прежде всего рекоператором, вот, ну и муниципалитетом, наверное, в том числе и властями. А вот чтобы образовать людей, вот это именно нужна такая инициатива, которая вот именно от руководителей, которые смотрят далеко вперед. Вот если они действительно болеют за то, чтобы было меньше мусора, за то, чтобы люди стали образованнее, вот таких бы вот нам руководителей надо. Но на этой неделе они получили ответ за подписью главы города, в котором указано, что в Котласе и без того активно ведутся мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов и что в бюджете ассигнования на создание агитационных пунктов РСО не предусмотрены. Сергей Мордовский признался, что надежды на другой ответ у него почти не было. Но он намерен представить свой проект новому руководителю области. А самое главное, рассчитывает на поддержку людей. Ведь раздельный сбор мусора и его переработка – это единственный шанс остановить надвигающиеся на всех нас свалки. Светлана Дейнека, Олег Сивачек, КотНьюс.